друзья приветствую вас меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе volkswagen polo 4 поколение polo 9n 2002 года выпуска клиент приехал на ремонт сам себе поставил диагноз сам купил запчасти приехал говорить только выполните мне ремонт осуществите данную операцию что случилось у клиента на автомобиле провалилась педаль сцепления передачи на заведенную не включаются так если двигатель не работает без проблем все включается педаль не возвращается выжима нет клиент купил сцепление сам поставил как я уже говорил диагноз что необходимо заменить комплект сцепления и приехал на и стук вопрос так ли это действительно правильно ли поставлен диагноз я обращаюсь ко всем автовладельцам кто считает что разбирается в автомобилях или кто не разбирается где-то что-то читал смотрел изучал вы можете поставить сами диагноз но всегда ли он правильный не надо так приезжать на историю советую вам по доброте душевной вам рассказываю не приезжайте со своим диагнозом если вы даже считаете что что-то не так что-то сломалось в вашем автомобиле вы практически знаете что это так если вы приехали на и стол сказали замените мне сцепление очень часто что просто вам поменяют сцепление потом будут искать причины неисправности которые у вас возникли и потом на кого сбрасывать со самим на себя как клиенту что вы неправильно продиагностировали или на автосервис что они выполнили ваш заказ но не исполнили процедуру диагностики кто в этом случае виноват вот потом и клиенты обижаются на сто и сто с клиентами так в натяг разговаривать поэтому в данном видео я покажу как производить диагностику именно в таком случае когда вас проводил провалилась педаль сцепления на что обратить внимание как сделать все быстро правильно и конечно же аккуратно от вас жду как всегда поддержки виде лайков комментариев призываю всех кто еще не подписался обязательно подписывайтесь на канал и распространяйте данные видео переходим дефектовки диагностику поиску настоящей неисправности разберемся почему же проваливается педаль сцепления что необходимо делать в первую очередь чтобы не попасть на деньги как это все сделать быстро и правильно двигаемся к ремонту приехал автомобиль на сто проблемы по сцеплению причем клиент привез сцепление комплект гать поменять мне сцепление а то плохо включаются передачи машину привезли в пятницу в понедельник я сел загонять ее в пятницу не смотрел ничего просто клиент оставил заявку на ремонт что обнаружили педаль в полу просто лежит здесь я загнал открыл капот смотрите все мокрое по рабочему цилиндру сцепления есть вариант конечно же что выдавил цилиндр внутрь от очень сильного износа сцепления если выжимной подшипник провалился внутри корзины но также есть вариант что просто проблемы по рабочему цилиндру сцепления возможно достаточно будет менять только его и не лезть в коробку и все будет хорошо поэтому для тех кто сам ставить диагноз советую так не поступать если приезжаете на ремонт потому что есть варианты есть случаи когда просто меняют то что сказал клиент и никого не волнует что на самом деле с машиной происходит то есть можно здесь сразу поменять цепление потом искать неисправность но мы конечно же поступим правильно сначала определим состояние именно рабочего цилиндра сцепления посмотрим из-за чего он потек может все-таки увидим если сейчас определим неисправность без снятия коробки это будет конечно хорошо плюс мне в карму и минус по деньгам для клиента в общем сейчас снимем аккумулятор доберемся до коробки чтобы удобнее было работать здесь снимаем клеммы плюс-минус откручиваем болт крепления вот аккумулятора демонтируем мкб берем защиты в общем так обеспечим чуть-чуть доступ нижнюю часть поставку под аккумулятор также уберем две гайки один болт крепления под головку 13 миллиметров смотрите на бачок это у нас совместный бачок тормозной жидкости для тормозной системы для системы сцепления уровень вот у нас там где темнее тормозная жидкость а вот отметка минимума где-то на 3 миллиметра выше то есть вся тормозная жидкость ушла и она располагается ниже выходного отверстия через который идет подача на главный цилиндр сцепления сейчас что сделаем разъединим систему здесь снимем трубку с главного цилиндра сцепления обычно на такой системе для замены сцепления нет необходимости разъединять трубку можно только два болта вот эти раз два подголовка 13 миллиметров и рабочий цилиндр сцепления аккуратно демонтировать здесь на шланге поднять вверх и тогда не надо прокачивать системы сцепления без проблем все меняется устанавливается на место и клиент едет так как здесь видим что у нас проблемы по именно герметичности системы надо будет развоздушивать в любом случае проверять поэтому здесь трубку я разъединю здесь быстросъем такой стопор его сейчас вытянем трубку ремонтируем из посадочного отверстия и здесь скрепление извлекаем также просто поднимаем вверх если тормозуха течет устанавливаем какую-то заглушку подбираем если не течет просто можно здесь вверх поднять выше уровня тормозной жидкости саму трубку и тормозуха течь не будет осмотрите вот стопор вот он его приподнимаю пытаясь по крайней мере такой нержавый здесь хорошо укорил пошел все до упора дошел видите для такого определенного места дальше нет ни по необходимости его доставать извлекать полностью демонтировать сейчас попробуем извлекать трубку возьмем отверстку побольше и здесь поможем слегка посмотрите видите на трубке есть резинка вот она самого края если все это разъединяете разбираете главную резинку не потерять стопор защелкиваем на место чтобы не потерять и сейчас откручиваем два болта раз два крепления главного рабочего направления и сам цилиндр демонтируем смотрите видите цилиндр выдавливается и когда мы разъединяли трубку также жидкость под давлением брызнула наружу в общем это говорит о том что все таки есть какое-то давление в данной случае лапки лапка давит с выжимным на цилиндр от этого жидкость брызнула и от этого сейчас выдавливает рабочий цилиндр при откручивании это в свою очередь говорит о том что скорее всего со сцеплением по идее должно быть еще нормальная проблема именно с цилиндром то есть если бы были проблемы о и все внутри потекло если бы были проблемы по сцеплению то что должен был бы быть по идее внутри выдавлен туда внутрь здесь видим что у нас тут поживало заживало что-то пырли видите какие-то отверстия непонятные на нем и жидкость вытекала в общем в общем но лапка стоит на месте пробуем менять для начала главный цилиндр сцепления рабочего цилиндра сцепления прокачивать систему сцепления этот уже отталкиваться будем приехал новый рабочий цилиндр фирмы секс я уже посмотрел сравнить все такое вот номер устанавливаем либо на посадочные наживляем болты соединяем трубку подачи тормозной жидкости попробуем прокачать рабочий цилиндр сцепления установлен на место болты зажаты здесь извлекаем заглушку из отверстия можно также открыть стопор чтобы легче трубка заходила можно трубку устанавливать с закрытым стопором не столь важно я все-таки здесь его открою устанавливаем трубку помним про резинку чтобы не потерять ее аккуратно установили стопор закрыли здесь посадочные устанавливаем все и теперь необходимо прокачать сцепление в первую очередь конечно же в бачок тормозной жидкости наливаем тормозную жидкость до до максимума залили тормозную жидкость в бачок и теперь переходим к клапану развоздушки на рабочем цилиндре сцепления вот он клапан развоздушки на рабочем цилиндре сцепления убираем защитный колпачок он просто стягивается дальше используем одиннадцатый ключ открываем развоздушку подсоединяем шланг в какую-то тару чтобы тормозуха здесь не стекала и прокачиваем сцепление как прокачать сцепления при помощи тормоза при помощи именно тормозной системы у меня есть видео на канале это быстро легкий способ относительно если есть шланг необходимой длины чтобы прокачать систему сцепления можно при помощи аппарата что я буду делать то есть аппарат создает давление подключаются взять бачку и бачку здесь вместо крышки подключается переходник тормозная жидкость некий аппарат создает давление помпой и идет по всей системе прокачивая раздушивая ее можно стандартным способом пробовать накачать педаль сцепления несколько раз нажимаем пока не почувствуется усилие нажали кто-то нажал кто-то открыл вот их строили в общем есть методы различные чтобы прокачать тормозную систему или в данном случае системы сцепления в принципе все одно и то же в принципе такой же сейчас я раздушую систему и посмотрим что у нас по выжиму будет после раздушки проверим выжим сцепления от этого будем отталкиваться в плане дальнейшего ремонта необходим он или можно ограничиться только заменой рабочего цилиндра сцепления прокачал систему привода сцепления разъединю демонтирую весь свой механизм приспособу и проверим выжим и посмотрим что получилось выжим присутствует потеков вроде бы нет сейчас здесь все вымою удалю остатки тормозной жидкости то что здесь есть заглушку на клапан раздушки люди собираюсь делать трудно поездку если все отлично то проблема было и столько в этом рабочем цели не степление если кто-то будет все плохо но продолжим ремонт все собрал сделал трудную поездку тут все отлично по рабочему цели Karena media передачи все включаются никаких проблем нет в общем проблем была именно этом рабочем цилиндре сцепления на этом все получился короткий ремонт экономя клиенту денег, сделали все быстро, качественно. Как всегда, жду от вас поддержки виде лайков. Подписывайтесь, конечно же, на канал и оставляйте комментарии. С вами был Артик. До встречи. Пока.